Сиань – столица северо-западной китайской провинции Шэньси. Это один из популярнейших городов у туристов, благодаря богатому историческому наследию. О том, как стремительно развивается в Сиане индустрия фотосессии в национальной одежде разных эпох в нашем следующем сюжете. Когда на Сиане опускается ночь, возникает ощущение, что город возвращается в прошлое. Надев традиционную китайскую одежду, известную как ханьфу, туристы позируют для фотографий в исторических кварталах. Сиань, когда-то известный как Чангань, служил столицей 13 династий, а ханьфу – традиционному костюму ханьцев – более 3000 лет. Изначально в создании этой одежды использовали до девяти разных типов тканей. Я уже видела подобные фотографии в соцсетях, и они сразу же привлекли мое внимание. «Увидев сегодня это зрелище вживую, я не смогла удержаться и решила присоединиться к этим красивым женщинам. Хочу запечатлеть несколько прекрасных моментов в своей жизни, пока я еще молода». «Я чувствую себя немного уставшим, но надеть ханьфу в первый раз – это такой абсолютно новый опыт соприкосновения с историей. Это заставляет меня чувствовать себя по-настоящему взволнованным». Сиань остается одним из самых популярных туристических направлений Китая. В 2023 году город посетили 278 миллионов человек, что является новым рекордом. А рост популярности исторической фотографии среди туристов ускорил и рост сопутствующих услуг. «Мы работаем с 11 утра до 11 вечера, но летом продлеваем часы работы до полуночи. Ежедневно мы обрабатываем от 50 до 100 заказов, и каждый день магазин посещают около 200 покупателей». У местных фотостудий есть разные предложения. На любой вкус и кошелек. Прокат костюмов, обуви и аксессуаров, исторические прически, грим. Стоимость услуг от 200 до 5000 юаней, в пересчете от 28 до 700 долларов США. Фото в историческом стиле – один из популярных трендов последних лет, и не только в Сиане. По статистике, в 2023 году объем рынка индустрии туристической фотографии в Китае достиг 40 миллиардов юаней. Это больше 5,5 миллиардов долларов США. И, по мнению экспертов, это далеко не предел. «Мы продолжим изучать культурные и туристические ресурсы. Сотрудничая с колледжами, где обучают дизайнеров одежды и агентствами моды, мы стремимся привлечь профессионалов. Это станет стимулом для инновационного развития этой отрасли в целом». «Развитие этой индустрии и выход ее на новый уровень не только обеспечивает высокое качество услуг и стимулирует новый вид туризма, но и способствует изучению истории, древних традиций и переосмыслению их в сегодняшних реалиях». Ян Цзиньхау, CGTN «Развитие этой индустрии»